Первым делом самолеты Первым делом самолеты Говорить непосредственно глядя на них в кабине В пассажирской кабине И там я четко знаю, что именно настроение пилота очень сильно передается пассажирам Бывает, что даже когда, допустим, пассажиры разные бывают Кто-то там чем-то занят, кто-то разговаривает по телефону Вот не было времени ему на земле поговорить Он сел самолет разговаривает по телефону или еще что-то Чтобы привлечь внимание пассажиров и как-то их даже настроить на какой-то душевный подъем Да, приходилось это обращать на себя внимание Один раз я помню даже сказал Я говорю, если не будете слушать меня, то будет как тогда Все сразу затаялись и поняли, что как тогда было Говорю, вот приземлюсь, расскажу Первым делом самолеты, но и безопасность пассажиров превыше всего Это знает каждый сотрудник Служба безопасности – самая большая структура аэропорта Охрана воздушных судов и аэропорта Осмотр экипажа, груза, пассажиров, багажа и даже почты Это лишь малая часть ответственности, лежащей на плечах сотрудников Служба работает в штатном режиме Круглосуточно По времени мы не ограничены Но главная работа заключается в том, чтобы не допустить Проход посторонних лиц на территорию аэропорта С предметами запрещенными Проносу, провозу на территорию аэропорта В стенах аэропорта можно встретить и сотрудников прекрасного пола Девушки хрупкие, на первый взгляд, к работе подходят ответственно Я думаю, нам иногда не хватает какой-то строгости, наоборот То есть мы, я думаю, не знаем, конечно, как в других аэропортах Но я думаю, мы более лояльны То есть если видим где-то даже пассажиры резкие, например Или также, например, в состоянии алкогольного опьянения То есть, ну опять же, так не придираемся, наверное Если, конечно, уже вызывающее поведение, то тут бесспорно Тут важна уже ситуация, как поведет себя человек И тут уже чувствую соответственность А как пассажир поведет себя на самолете, где уже много пассажиров Вот, и тогда уже, да, нужно быть более строгим и категоричным Строгими и категоричными здесь бывают и другие девушки Утро авиадиспетчеров начинается с подъема по лестнице на девятый этаж Небольшая разминка перед регулярным медицинским осмотром Ведь самое главное для специалиста, осуществляющего диспетчерское обслуживание воздушного движения Находиться в здравом уме и твердой памяти Безопасность воздушного движения превыше всего Поэтому большая ответственность за людей, которые находятся на борту самолета И как бы глаза самолета, глаза пилота Воздушными воротами региона должен руководить знающий и опытный руководитель Принято считать, что начальник – это человек, который весь день сидит в удобном кресле и занимается бумажной работой Но такая версия не относится к директору аэропорта Ну по-разному, и работаем в поле, как говорится, здесь И работаем в кабинете, за столом, проводим совещания Мне еще приходится ездить на завод Так как мы являемся подразделением завода Авиастар-СП Еще участвую в совещаниях там на заводе, в головной организации своей Вот так рабочий день и проходит в трудах и заботах Руководители, пилоты, диспетчеры, связисты, техники, сотрудники службы контроля и безопасности Все эти и сотни других специалистов, кажется, уже навсегда связали свою жизнь с авиацией Многие, перепробовав ряд других профессий, все равно возвращаются в аэропорт Они признаются, что любовь к небу – это навечно Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин